Саша, здравствуй! Приветствую! Здравствуй, Рома! Наша очередная беседа. Сегодня мы поговорим о... Сегодня мы поговорим о структуре гомеопатии и о том, что остается в тени. Для начала, так уж сложилось исторически, что из всех возможных терапевтических систем европейского происхождения, подчеркиваю, европейского происхождения, гомеопатия, пожалуй, самая традиционная, самая консервативная. Он всегда улыбает, когда представители официальной медицины пренебрежительно называют гомеопатию медициной нетрадиционной. Сказать, откуда и как именно появилась эта откровенная глупость или от необразованности, или снобизм мозги забивает, ну не знаю. Но судите сами, гомеопатия практически не изменяется в течение более чем 200 лет. Это что, это не традиция? Это с одной стороны. И с другой стороны, официальная медицина, которая в среднем каждые 5-10 лет объявляет свои предыдущие достижения, в кавычках, устаревшими и малоэффективными, и в связи с этим меняет и свою тактику, и свою практику терапии в соответствии с последними веяниями, модными веяниями. Ровно до следующего, через очередные 5-10 лет, объявления этих самых последних веяний неэффективным заблуждением. Кстати, в среднем как раз 5-7 лет фармакологические единицы меняются на следующего поколения. То есть лекарство, оно удерживается на рынке в среднем от 5 до 7 лет. Трудно сказать. Вот тут вопрос интересный. Кто бы это дело исследовал? Оно теряет свою эффективность. А эффективность в чем? Экономическую эффективность? Терапевтическую. А вот этот вопрос никого не колышет. И у меня твердое впечатление, что прежде всего теряется экономическая эффективность. Появляется достаточно большое количество относительно дешевых дженериков, и ты уже не получаешь сверхприбыли. И надо выбрасывать новый препарат, который по эффективности реально увеличивается, ну, в лучшем случае на 1-2%. Увеличение эффективности. Ну, зато какой эффективный, какой эффект экономический. Знаете, я почему, я совершенно убежден в том, что в медицине практически уже, ну, доли процента. Это бизнес. А у бизнеса есть только один критерий. Все остальное – это, извините, дымовая завеса и красивые цветочки на стволе пушки. Только прибыль. Есть прибыль – бизнес хороший. Нет прибыли – бизнеса нет. Все, до свидания. Поэтому я не устаю повторять простую истину, которая, ну, никак не может поместиться в сознании как больных, так и наших коллег из официальной медицины. Медицина может называться научной только тогда, когда основные руководства этой самой медицины не будут меняться хотя бы 25-30 лет, а лучше лет 50. Пока этого не происходит, научной медицины просто нет. Это явное самозванство, с одной стороны. Совершенно бесчеловечный, непрерывный, абсолютно противозаконный, острый эксперимент над ничего не подозревающим пациентурой. С другой стороны. Но не будем о грустном. Это, вообще говоря, тема для очень большого разговора. Только боюсь, что время для этого разговора еще не наступило. Хотя, думаю, для любого более или менее вменяемого человека уже очевидна полная беспомощность официальной медицины, продемонстрированная на наших глазах в течение вот этого последнего года, во всей этой бредовой истории с ковидом. Однако вернемся к нашим барашкам. Итак, гомеопатия – это, вероятно, самая традиционная европейская терапевтическая практика на настоящий момент. С одной стороны, это хорошо. Именно эта традиция позволила сохранить эффективность гомеопатии, отсеяв многочисленные попытки самых разных модификаций, завихрений, улучшений и тому подобного. С другой стороны, более чем странными, действительно, очень странными выглядят люди, имеющие врачебный диплом и в наше время на полном серьезе рассуждающие о тех или иных факторах, влияющих на некую жизненную силу пациента вполне определенным образом. И с не менее серьезным образом наделяющие эту самую жизненную силу удивительными и волшебными свойствами. Это что? На дворе 21 век. Или для этих чудаков время законсервировалось? Или они, эти люди, гомеопаты, настолько необразованы, что ничего не слышали о достижениях современной науки? Понятно, что нет. Но проблема, собственно, в том, что попытка модифицировать гомеопатию, осовременивать ее, такие попытки производили и производятся регулярно и многократно. Но практически всегда все эти потуги неизменно приводят к снижению ее эффективности. А то их потери этой эффективности, как метода терапии, на отчетах. Как мне представляется, дело тут в том, что прежде чем что-то делать с чем-то, нужно как минимум понимать, а как это что-то устроено. Как устроена гомеопатия? И тут нам в помощь может быть только одно, как ни странно, но философия. Точнее, один из ее разделов – гносиология. Гносиология – это учение о том, как именно познается мир, как происходит сам процесс этого познания. Ганеман оставил нам систему гомеопатии как единое целое. Именно так мы привыкли ее использовать. Вместе со всеми практическими рекомендациями, но вместе со всей терминологией, вместе со всем понятийным аппаратом. Это традиция. С другой стороны, основа познания мира, любого явления – это формирование теорий. Собственно, вся сумма наших знаний о мире – это и есть уже довольно большой набор теорий, достаточно часто взаимодополняющих и непротиворечивых. Однако есть одно большое «но». Изучение самого понятия теория как феномена привело к пониманию того, что теории-то бывают разные, двух видов как минимум. Есть теории феноменологические. По сути дела, это всего лишь констатация и описание некоего факта. И только. И тут важно то, что само существование этого факта, явления, никаким образом не зависит от нашего к нему отношения, от уровня наших знаний, в том числе и об этом факте. Ну вот, например, ускорение свободного падения на планете Земля равно 9,8 метров в секунду за секунду. Это закон, это явление, которое всегда исполняется на нашей планете. Подчеркну, здесь и сейчас, и на нашей планете. Потому что, например, на Луне эта величина составляет 1,62 метра в секунду за секунду. Таким образом, законы, описывающие изучаемый феномен, законы, неизменно воспроизводимые в эксперименте, иначе они не были бы законами, это законы феноменологические. Их сильная сторона, они выполняются всегда. Их недостаток, они мало прибавляют к нашему пониманию мира. Феноменологические законы отвечают слабым объяснительным потенциалом. Помнится старая шутка. А в чем отличие теории от практики? Практика – это когда все работает, но непонятно как. А теория – это когда все понятно. Да ничего не работает. Или вообще не работает. Это, конечно, всего лишь шутка, но шутка, очень верно описывающая суть проблемы, потому что следующий класс теорий – это теории конструктивные. В отличие от феноменологических, конструктивные теории не завязаны исключительно на наблюдении. Их основа – это гипотеза предположения о существовании каких-то закономерностей или процессов, наличием которых можно было бы объяснить суть реально наблюдаемых явлений. И от фактов, достоверно регистрируемых, укладывается в координаты, приписанной этой теории, теория признается действующей. Здесь и сейчас, в наше время. Оба класса теории одинаково важны для научного познания. Нужно снова отметить недостаток феноменологических теорий в их ригидности и практически отсутствующей объяснительной ценности. То есть феноменологическая теория говорит, что нечто, ну, например, камень падает на землю, происходит вот именно так сейчас, так было раньше, именно так и будет в обозримом будущем. Неважно, от чего это происходит, исключительно вот таким образом, важно то, что так происходит всегда. А конструктивная теория говорит нам, что если мы предположим, что в природе существует вот такое явление, если мы допустим, что это самое явление, быть может, вот именно таким образом способно влиять на рассматриваемый нами объект, то у этого объекта произойдут вот такие изменения и этакие изменения. Конструктивная теория не дает нам возможности в настоящий момент определить, измерить, наблюдать предполагаемый этой теорией процесс или ряд процессов. Мы можем исследовать только конечный результат, начальные исходные данные, ну, и какой-то из промежуточных результатов этого предполагаемого процесса. Но что очень важно для человека, такую теорию дает, такая теория дает возможность представить себе возможную, подчеркиваю, возможную логику происходящего. И это очень важно для нас, чтобы ощущать себя человеком разумным. Именно конструктивные теории позволяют нам создать иллюзию знания того, что происходит и от чего происходит. То есть конструктивная теория дает нам не понимание реально происходящих процессов, а только возможные образы происходящего в той или иной степени приближающиеся к объективной реальности. В православии подобно именуется очень емким термином – полузнание. Понимаете? Вот не зря говорил умный человек, я знаю только то, что я ничего не знаю. Чем больше мы знаем, тем больше увеличивается площадь непознанного нами. И что скрывается там, мы никогда не знаем. И не мы, может быть, и не узнаем. Мы оставляем это нашим потомкам. И когда смотришь историю науки, этот процесс наблюдается постоянно. То есть было время, когда вот эта теория о том, что Земля стоит на трех слонах, который стоит на ките, который там и так далее непонятно где плавает, это была конструктивной теорией, которая отражала именно тот уровень знаний нашего. Знания человечества. И на тот момент эта теория была настолько же верна и практична, как современная, например, теория относительности хотя бы. То есть уровень знания, который мы отражаем, реально происходящий в природе процессы, соответствует нашему уровню знания. Это вовсе не объективное отражение того, что происходит в действительности. Это только то, что мы способны понять. Это иллюзия знания. И вот об этом никогда не надо забывать. Реальное знание о природе – это законы феноменологические, которые всегда исполняются и всегда существуют вне зависимости от того, что мы о них знаем. А вот уже все объяснялки, которые наворочены вокруг вот этих феноменологических законов, кстати говоря, вот эти вот объяснялки-то и называются наукой, как ни странно. Это всего лишь наше иллюзия знания. И очень грустно бывает, когда даже ученые забывают об этом факте. нам ведь очень важно ощущать себя человеком знающим, разумным, и поэтому раз за разом мы придумаем все новые и новые конструктивные теории. И каждая такая теория – это ступенька в нашем познании мира. но мы неизменно отказываемся от тех теорий, которые нас подняли на эту высоту, они устарели. Они неправильны. Мы смотрим стоя на них, мы видим дальше. И мы поднимаемся в своем понимании мира выше, отказываясь от того базиса, на котором мы стояли раньше. Но это называется научный прогресс. Итак, еще раз, если оставаться кратким, не углубляться в философские дебри, можно констатировать следующее. Феноменологические теории – это описание реально существующих феноменов и хоть какой-то части его свойств этих феноменов. И феноменологические теории не зависят от уровня нашего познания мира. Это просто констатация некого неизменного при любых обстоятельствах факта. А вот конструктивная теория – это именно отражение уровня наших знаний об окружающем мире. Что же? Очень плохо, когда... Вот эта динамика называется научным прогрессом. Это, конечно, замечательно, потому что, ну, кто бы сейчас согласился жить в пещерах и добывать огонь трением. А без вот этой лестницы конструктивных теорий так бы оно и было. С другой стороны, это плохо, особенно плохо это в медицине. Это чрезвычайно плохо, потому что создает иллюзию абсолютности современного нам уровня наших знаний. А чем это плохо? Иллюзия достоверности нашего знания разрешает нам предпринимать действия, имеющие необратимый характер. Особенно грустно, когда такая вот иллюзия всезнайства доминирует в медицине. Но вспомните, сколько печальных теорий было, да? Профилактическая аппендектомия. И как вариант развития в последующем, мало того, что там и депрессии развивались, там еще и иммунодепрессивные состояния развивались у пациентов в дальнейшем. Да разные виды лечения, лечение электрошоком. Ну, те же прививки. Те же прививки. Чего далеко ходить за примером? Сделав прививку, все, ты, извини меня, это уже практически необратимо. Ты искалечил иммунитет человека. И как результат у нас сейчас человек, который получил полностью весь комплекс по прививочному календарю, он уже никогда не будет здоровым. Это вырастают взрослые люди с иммунитетом трех-четырехлетнего ребенка. И всю оставшуюся жизнь, то есть вот лично для меня вот эта прививочная вся компания, это не более чем организация рынка. Ну, это естественно... Здоровых людей переводят в состояние вечно больных людей, потом всю оставшуюся жизнь человек работает на аптеку. Особенно очевидно и ярко... Может работать только государство, мы частным образом работать без... Это вопрос денег. И это мне все сказано. Тут нет ни совести, нет этики, нет морали. Есть только одно – прибыль. Какими бы соплями все это дело не устраивалось, не раскрашивалось. Но опять же, не будем огрустом. Здесь и сейчас понять, что именно нам дает это знание в плане оценки гомеопатии, как системы терапии. Вот две крайне любопытные для нас работы профессора Сильвии Очебени. Они были переведены, опубликованы на сайте у Катока, к глубокому сожалению, прошли практически незамеченными. Ганеманное объяснение феномена гомеопатии и о научном статусе гомеопатии. Философ проанализировал гомеопатию Ганемана как массив теорий, законов и обнаружил, что гомеопатия по своей структуре двояка, ну, по сути дела, как и любая другая система. В ее основе лежат, прежде всего, феноменологические законы, те, которые всегда подтверждаются в эксперименте и составляют скелет гомеопатии как методы терапии. Четкое следование имеет именно этим законам и дает нам возможность лечить уверенно, надежно, эффективно. Однако, следование исключительно феноменологическим законом это, по сути дела, исполнение сухой инструкции, описывающей последовательность необходимых действий, которые нужно выполнить для получения желаемого результата. Три раза присесть, два раза прихлопнуть, один раз притопнуть, потом повернуться против часовой стрелки, а повернуться лицом на восход, сказать слово «Бо-о-о-о-о», и ты получишь результат. Зачем ты это делаешь? Это непонятно. Главное, что, если ты сделаешь это так, ты получишь результат. Это побочное явление традиции, да? Вот этот ритуал. К сожалению, да. Это побочные явления использования феноменологических методов. Это совершенно невыносимо для мыслящего человека, особенно воспитанного в канонах европейской науки, в канонах европейской модели мировосприятия. То есть для индуса, для китайца это было бы нормально. Предки делали так, я буду делать точно так же, и будет мне счастье. Нет, мы же европейцы. У нас первый же вопрос спрашивают, а почему все начинается разрушение? Нам обязательно нужно, если не понимать, что происходит на самом деле, то хотя бы иметь какую-то модель происходящего, создающую у нас иллюзию понимания, знания. Ганеман, как европейский ученый, просто обязан был сделать попытку хоть как-то дать хоть какое-то объяснение тем явлениям, которые он открыл, описал и научился использовать в терапевтической практике. И вот они, основные четыре столпа гомеопатии, четыре феноменологических закона. Закон подобия, закон уницизма, одно лекарство, закон минимально необходимой дозы, закон о преимущественном применении потенцированных препаратов. Это основные феноменологические законы, которые вычленил Чебени. И эти законы, на первый взгляд, только и оставляют основу гомеопатии. Они действительно входят в эту основу, как наиболее значимая ее часть. Честно сообщаются с перечисленным важные, но уже скорее частные законы, тоже феноменологические. Это закон о составлении совокупности симптомов, о проведении испытаний на здоровых испытателях, закон о гомеопатическом обострении, индивидуализации назначения, закон о важности второстепенных необычных симптомов, закон о значении психических симптомов, ну и так далее. Это все феноменологические законы. Нужно отметить, что там есть еще законы. Нужно отметить, что есть еще ряд законов в этом списке, о которых ввиду формата эфира невозможно всех перечислить, особенно с примерами, но это действительно. Это то, что описывается феноменологической картинкой гомеопатии. Это законы, которые исполняются всегда вне зависимости от того, что мы о них думаем. Вот что в них самое главное, чем они объединяются. Эти законы имеют замечательное практическое значение, но они совершенно лишены объяснительного потенциала, не отвечают на вопрос, а почему? А почему так? Дело-то происходит и в Европе. Для нашего менталитета мало констатировать наличие обнаруженного природного явления. Нам обязательно нужно представить хоть насколько-то наукообразное объяснение того, что мы наблюдаем. Ну, думаю, не только я. Помните это заключение Французской академии о том, что метеорита в природе нет и быть не может, потому что мало ли кто и чего там наблюдает, и мало ли кто и чего там находит. Наука сказала, как отрезала, камни с неба падать не могут, потому что доказано, что небесной тверди не существует. Поэтому падение каких-то камней, откуда они могут взяться? Это не научно, это противоречит данным науке современной тому времени. Вот они ключевые слова, да? Современной тому времени. Да? Помните? Гомеопатия не может работать, потому что это противоречит данным нашей науке, потому что там нет вещества, там нет ни одной молекулы. Точка. Сказали, как отрезали. Противоречит науке этого времени. Мало ли кого там и не вылечивает. Главное то, что наука... Нет, Саш, я говорю, они не вылечат. Я говорю, что это выражение, гомеопатия работает, противоречит воззрениям науки этого времени. Наука будущего, да уже многие ученые настоящего. Нет, ну вот отсюда, кстати, идет очень интересное наблюдение, понимаешь? Глубочайшее заблуждение, что мы все хором намного умнее наших предков. И вот этот детский максимализм, я бы не боялся сказать, даже идиотизм, да? Я в 21 веке куда умнее этих придурков из 19 века. Да, это тоже, кстати, высокомерие человека, который представляет о себе, что он что-то знает, да? То есть знание вместо того, чтобы использовать его... Он знает то, что мы знаем сейчас. Он не представляет того, что мы будем знать завтра. Да, он, собственно, не может даже представить себе, что знал первобыльный человек. То, что он давно забыл или даже не знал о том, что то, что мы знаем сейчас, это только иллюзия знания. Вот это очень важно. Это граница нашего незнания. Это очень важно, да. И это очень важно. Вот это очень важно помнить. Мы не знаем гораздо больше, чем мы можем знать. Хорошо, уровень знания растет. Конструктивная теория сменяет одна другую. Третью, десятую, двадцатую. И на настоящий момент мы имеем успешно развивающуюся науку-метеоритику. И внимание. Любой, кто сейчас будет отвергать существование метеоритов, немедленно будет ославлен шарлатаном и лжеученым. Ага. А ведь прошло-то совсем немного лет. Но каждому времени соответствует свой уровень знания или, скорее, уровень незнания мира. И что? Для хоть какого-то объяснения феномена гомеопатии Ганеман привлек современные ему конструктивные теории, и соответствующие научной парадигме его времени. Это виталистические понятия о жизни насилии и о миазмах как причине заболеваний. И самое понятие о болезни как в враждебном патогенном процессе. Нужно хорошо понимать, что научное воззрение Ганемана это не отлитая в 1796 году с выходом его первой, посвященной гомеопатии научной публикации, неизменная и окончательная модель. Взгляды Ганемана меняются и меняются кардинально. Еще в 1803 году в своей работе «Кофе в своем действии на организм» он указывает на кофе и прочие лекарственные вещества, регулярно употребляемые в пищу, как на причину развития хронического заболевания. А уже в первом издании «Органона» в 1810 год причины хронических и острых заболеваний он указывает нематериальные миазмы. Подчеркиваю, нематериальные. С другой стороны, в 1801 году в работе «Воззвание к думающим доброходам» о способе распространения азиатской холеры Ганеман пишет буквально следующее «Врачи бы в то же самое время устранили и уничтожили миазм, вероятно, состоящий из бесчисленных невидимых живых существ в пациенте и вокруг него, вокруг себя, даже в одежде, белье, кровати пациента. В этих ограниченных пространствах, наполненных затхлыми водными парами, холерный миазм находит благоприятные условия для своего размножения и вырастает в огромное число множество тех чрезвычайно малых невидимых живых существ одной породы, столь вредных для жизни человека, из которых, скорее всего, и состоит заразительный материал холеры». Таким образом, в этой работе, если верить добросовестности и квалификации переводчика, Ганеман утверждает, что миазм холера – это миазм, имеющий вполне материальную природу и состоит из мириадов живых материальных существ. Тут есть маленькая подробность. Во времена Ганемана существовало две школы, которые рассматривали разные причины заболевания, хронические заболевания. Это контагиозная школа, которой говорили о том, что причина всегда материальна, и миазматическая школа, которая говорила о том, что причина хронических заболеваний нематериальна. Миазм нематериален. Поэтому вообще у меня очень большие вопросы вот по этому переводу работы, потому что если Ганеман говорит о миазме как о материальной причине, то в этом случае он просто обязан был бы писать о контагии. Иначе это будет просто неграмотно, тем более для достаточно формализованной науки того времени. Ну, я имею вот этот перевод, я от него отталкиваюсь. И вот тут, кстати говоря, можно бы что сделать? Остановиться и устроить бурные овации. Я говорю, ребята, вот оно начало современной микробиологии. Вот он где родом, современная микробиология. Вот кто установил главную причину всех инфекционных заболеваний. А Кох с Пастером могут спокойно стоять в сторонке, пьем и грустно курить бамбук. Потому что это, ну, по крайней мере, на полвека раньше их Ганеман пишет о живых существах как причине холеры. Однако при изучении фундаментального труда мастера хронические болезни, что в первом, что в последующих изданиях, миазмы представлены снова в виде нематериальных, неопределяемых духовных сущностей. Ну, что, собственно, и соответствует самой сути этого термина. Миазм. И поскольку мы видим, что воззрение Ганемана даже по одному и тому же вопросу развивается и сменяется на прямо противоположный, то, как к окончательному мнению мастера, мы имеем право прибегнуть в последней его работе, шестому изданию Органона. Ответ в примечании 7 к параграфу 11. Только человек, образованный, искушенный в сравнении дедукции, может сам для себя сформулировать нечто вроде сверхчувственной концепции, достаточной для того, чтобы удержаться от механических или материалистических объяснений. Он называет такие эффекты динамическими, являющимися по существу, результатом влияния абсолютной, специфической, чистой энергии вещества и обусловленную ею их воздействием друг на друга. Так, например, динамическое влияние болезнетворных факторов на здорового человека, так же, как и восстанавливающее здоровье динамическое воздействие лекарств на жизненный принцип, является ничем иным, как инфекцией. То есть, никоим образом, чем-то материальным или механическим. И там же далее. Лекарства действуют на наше здоровье без передачи организму своих материальных частиц, то есть, динамически, наподобие инфекции. Но в данном случае мы инфекцию должны рассматривать как информацию. Очень четкое отличие. Напомню, дедукция. От латинского дедукция – выведение, переход от общего к частным путем логического вывода. Просто сделаем закладочку для памяти. И идем дальше. Теперь мы определились с тем, что динамическое воздействие для Ганемана – это явление нематериальное, что при этом воздействие между взаимодействующими объектами не происходит. Обмена даже минимальных материальных частиц. Теперь вернемся к миазмам. Единственная внятная и конкретная характеристика миазма дана в параграфе 72. Во всех работах Ганемана, Ганеман нигде не пишет, что такое миазм. Нет его определения. Вот единственное, что я нашел. Эти заболевания называются хроническими, они вызываются динамическим поражением, хроническим миазмом. Почему это так? Быть может потому, что во времена Ганемана понимание, что такое миазм, было общепринято. Когда мы говорим о восходе Солнца, мы не пишем, что такое восход Солнца. Все и без нас это знают. Что и требовалось доказать. В шестом органоне миазма для Ганемана – это нематериальное, динамическое воздействие на нематериальную жизненную силу, которая является основной причиной развития болезни. Миазм – это причина развития хронических болезней. Таким образом, мы видим, что воззрения Ганемана даже на один и тот же предмет изменяются. Я сознательно взял к рассмотрению этот не слишком яркий пример, потому что изменения мнения Ганемана с течением времени наиболее ярко проявляются в позологических его изысканиях. И позологические рекомендации, то есть по дозам. Позологические рекомендации уровня Органон-4 дал одну дозу сухую и жди, резко отличны от его же рекомендации Органона-6. Давали препараты в растворе одну дозу 50-тысячного разведения, индивидуализированными по частоте и степени промежуточного потенцирования, но достаточно частыми приемами. Однако этот пример общеизвестен, не буду его трогать. Но здесь и сейчас мы рассматриваем структуру гомеопатии в свете современного эпистемиологического анализа. Напомню, эту задачу обвести Сильвию Чебене в своих работах, за что ему отдельное спасибо, но Чебене был философ, он не был врачом. Поэтому я оговорился, что идентификация законов и оценка законов, формирующих ядро и защитный поиск гомеопатии, являются задачей для исследователей-медиков, работая на научном статусе гомеопатии. Совершенно логично, что Чебене предположил в качестве главного ядра гомеопатии основные феноменологические положения Ганемана. Увы, слишком часто основа научной теории содержит неявные, но чрезвычайно важные определяющие представления, пусть даже эти положения являются конструктивной теорией. Важно, чтобы в общественном сознании эти положения занимали уровень аксиоматический непреложный. Это все знают, это было так, это всегда будет так, потому что мы так считаем, потому что так думали наши предки. Где-то так вот приблизительно. То есть были бы очевидны всем на уровне здравого смысла и, казалось бы, не нуждались в подтверждениях. Сильвия Чебене опустил тот факт, что гомеопатия родилась не на пустом месте. Что Ганеман, врач по своему образованию, и фигурой умолчания в основе гомеопатии, ее самым центром является положение общее для всей европейской медицины. Это положение о том, что такое болезнь. Этот вопрос мы разобрали в предыдущих беседах. И если вспомнить и усредить основные определения, мы получаем три основных положения, которые, собственно, и представляют самую суть европейской медицины в целом. Самую суть и самую боль европейской медицины. Уточним. Болезнь – это случайный, вредоносный для живого процесс. Болезнь – это враждебное для организма явление, с которым нужно бороться и обязательно победить его. И любая болезнь имеет свою вполне определенную причину, и устранение этой причины приведет к излечению. Вот оно, вот оно ядро современной медицины и причины ее тупика. Потому что все эти три основания, они не имеют под собой основания, извините за тавтологию, начиная с первого случайного, заканчивая, в общем, все они противоречат здравому гомеопатическому смыслу. Ну, оставим такой смысл. Главное, что все эти положения, они не феноменологичны, они структурны. Это предположения, возведенные в ранг аксиомы. И их легко развенчать, развеять. Ну, это предмет веры. Вот в чем проблема. Попробуй развенчать веру. Я не думаю, Саша, что все они предмет веры. Если мы разберем каждый из них с даже небольшим, можно с огромным количеством гомеопатических примеров. Да, потому что ты позволишь разбирать предмет веры. Для истинно верующего эта вещь именно предмет веры. Да, да, да. Извини, если мы рассматриваем, что вот кто-то решил веровать вот в эти постулаты, ну, ты ничего там доказать не можешь. Человек верит, и все. К сожалению, так. Почему и говорят, что научная истина может пробиться, скажем так, приобрести статус научной истины только тогда, когда вымрут все, кто в нее не верит. Мы не будем ждать этого. Наша задача работать и лечить, в чем мы и занимаемся. Вот эти три положения от европейской медицины и унаследовала гомеопатия. Увы. Прежде, причем нужно понимать еще одно, эти положения не феноменологические законы, это конструктивные теории, основанные на предположениях, не имеющие под собой твердой доказательной базы, что вполне однозначно демонстрирует работу русской патофизиологической школы. И устойчивость этих конструктивных теорий обусловлена исключительно традицией, верой и неизменно высоким экономическим эффектом, проявляющимся в ходе следования этим теориям. Что не так? Вспомним грустную шутку. Наталья Николаевна была совершенно здорова до тех пор, пока ее лечащий врач не узнал, что она работает директором крупного банка. Вот она основная причина заболевания. Итак, все произведения Ганемана пронизаны мыслью о необходимости бороться с болезнью, как с врагом. Бороться с тем, что считается причиной этих болезней. Вот в этих своих положениях Ганеман вынужденно занимается созданием конструктивных теорий. Припомните нашу закладку для памяти. Когда Ганеман пишет о динамическом воздействии, он заявляет буквально следующее. Только человек образованный, искушенный в сравнении и дедукции может сам для себя сформулировать нечто вроде сверхчувственной концепции, достаточно для того, чтобы удержаться от механических или материалистических объяснений. То есть только такой человек может на основании предположений, не реальных фактов, а предположений, сформулировать некую концепцию. И вот мы видим примеры таких предположений в гомеопатии. Это теория жизненной силы, позаимствованная Ганеманом в витализме и развитая им. Это теория болезни, как врага всего живого. Это теория миазмов, как причины болезни. Это теория антимиазматического лечения, как борьбы с миазмами. Все перечислено этой конструктивной теорией. Именно здесь настоящее непаханное поле для вдумчивого, грамотного исследователя. Почему это конструктивная теория? Теория жизненной силы – теория совершенно умозрительная. Никто никогда не определил экспериментально наличие или отсутствие этой самой жизненной силы. невозможно изучать ее физические свойства. Феноменов, связанных исключительно с жизненной силой, в природе не обнаружено. Следовательно, на настоящем этапе наших знаний мы не можем считать ее существование доказанным. А ведь главное отличие феноменологической теории – это неизменность проявлений феномена в реальности. Наша способность измерить, фиксировать инструментальными методами, ну или физикальными методами проявления этого явления вне зависимости от того, что именно мы думаем об объяснениях этого феномена. Эта теория вполне устраивает нас и сейчас, но уже как общепонятное, аллегорическое описание состояния пациента. У него низкая жизненная сила, и мы сразу себе представляем астенический синдром. Но в настоящий момент эта теория полностью утратила свою силу, свой потенциал объяснительный. Теория болезни. Современная патофизиология уже лет 50, как доказала на феноменологическом уровне работы Анохина, Давыдовского, ну и Геркаеве там прочее-прочее. То есть экспериментально доказано, что болезнь не является врагом организма, что болезнь всего лишь один из адаптивных механизмов, свойственных нашему или любому другому живому виду. В предыдущих беседах мы разобрались в этом вопросе. Еще, извини, еще здесь очень важно, что вот эти волны истории, и они могут проявляться в разных цивилизациях. Еще древние греки говорили о том, что боль, соответственно, болезнь, стражевой пёс, здоровье. Потом постепенно про это забыли, а сейчас начинаем не только вспоминать, но еще и видеть это, и наука начинает нам это подтверждать. Ну, оно это подтверждает ровно для того, чтобы через 5-10 лет опровергнуть. Но в данном случае мы говорим о более широком явлении, не 5-10 лет. То есть, понимаешь, вот это вот есть маленькая подробность. Подтверждать должна природа, а не наука. Наука должна только описывать подтверждение природы. Да, да, хорошо. Но как раз здесь я... Да, но кто-то же должен это регистрировать. Скорее всего, через науку придут эти... Наука пускай регистрирует. Вот, и они дают природу. Даже школа... Мематологический вариант, вот это, знаешь, как гвозди на лестнице познания. Феноменологические теории. Вот когда открывается следующий феноменологический момент, которого мы раньше не знали, не видели, не могли видеть. И оттуда уже выше видно, уже больше видно. Вот опираясь на него, мы можем смотреть дальше. Да. В зависимости от того, кто и как будет объяснять этот феномен. Вот эти объяснения феномена, они будут разными. Я просто к тому, что вот российская подфизиологическая школа говорит о том, что болезнь не является врагом, что утверждалось ранее. Но об этом говорили еще... Раньше это утверждалось предположительно. А здесь это уже выходит на уровень феноменологический. Это доказано. На кошках, на свинках, на крысках, на собачках. И эти эксперименты неизменно подтверждаются, воспроизводятся. И теория миазмов как причины заболевания. Опять же, современная патофизиология уже давно доказала, что причиной заболевания инфекционный агент, как бы он ни назывался, инфект, бактерия, вирус, миазм, или прион. Да, он ими не является. Инфект – это одно из звеньев развивающегося адаптивного процесса. Существенное, но необязательное. То есть это элемент патогенеза, но не этиология. И самое важное, истинной причиной болезни, если у нее вообще можно определить что-то подобное, исходя из данных Анохина, является эмоции. Эмоциональный фон. Теория атомиазматического лечения. Вполне понятно, что эсомиазм, что бы под этим термином не подразумевал Ганиман, как реальные объекты воздействия в материальном мире отсутствуют. Как можно бороться с тем, чего нет? Да? Сколько можно будет донкеходствовать? Как мы понимаем, четко в определении этого понятия Ганиман не дал ни разу. Теперь понятно. Очень сложно дать характеристику тому, что они существуют в объективной реальности. И самое главное, для чего нужна такая борьба. Значит ли это, что Ганиман ошибался и вводил свои эти конструктивные понятия с какой-то злонамеренной целью? Конечно, нет. По строениям этих конструктивных теорий Ганиман создал достаточно добротный защитный пояс, который долгие годы позволял сохраняться в сути гомеопатии ее еду в относительной целостности и обеспечивал весьма высокий уровень эффективности гомеопатии как терапевтической системы. И, по сути дела, это пример уникального, гениального логического построения невольно-защищающего, помимо всего прочего, священную корову европейской медицины, теорию вольт-патогенного и строго причинного процесса. Это альфа- и омега-парадигмы европейской медицины как в 200-летней давности, так и современной. И что еще грустнее, именно эти конструкты привели современную научную медицину к положению, когда медицина стала бизнесом. И целью этого бизнеса, как и любого другого, только прибыль. Потому что суть этих положений в том, что нужно лечить, не вылечивая, и лечить массово, без индивидуализации терапии. Только такое положение вещей выгодно для бизнеса, поскольку индивидуализация терапии, ее действительно реальная эффективность, одномоментно и сразу, делает медицинский бизнес либо совершенно неприбыльным, либо малоприбыльным. Ты вылечу человека, ты на нем больше уже ничего не заработаешь. А кому это надо? Мне же кушать завтра хочется. А с точки зрения бизнеса, это уже совсем не бизнес. Это уже не бизнес, это благотворительность. И нужно было обладать гениальностью Ганемана, чтобы суметь смягчить разрушительную силу этих положений, содержащихся в основе медицины, как системы, и суметь так скорректировать содержимое этой основы, чтобы реализовать возможность существования уникальной терапевтической системы, обеспечивающей практически абсолютную индивидуализацию лечения, а следовательно и уникальную эффективность этой терапии. С ученых данных современной патофизиологии мы имеем право включить в ядро медицины, понятное дело, нашей гомеопатической медицину, следующее положение. Вот из чего состоит гомеопатия. Болезнь – это генетически детерминированный вариант адаптивных процессов. Болезнь – это повод для мягкого регулирующего воздействия. И обязательно и четыре феноменологические столпа ганемана. Закон подобия, закон уницизма, одно лекарство, закон минимально необходимой дозы и закон о преимуществе применения потенцированных препаратов. Таким образом, если рассматривать болезни как вариант адаптивного процесса, а не как врага, подлежащего уничтожению, то в нашем гомеопатическом королевстве все сразу становится на свои места. Ну, об этом давайте поговорим в следующих наших беседах. Главное, поймите меня правильно, я не имею права и не могу говорить о том, что ганеман неправильно ввел вот эти понятия в медицину, миазматики, миазматическая теория. Нет, просто эту теорию надо читать, исходя из тех данных, феноменологических данных, на которые должна опираться современная наука. Именно этим мы будем заниматься в следующих наших беседах. Ну, а на этом пока вроде бы закончим сегодня. Саша, спасибо большое. Я думаю, что в каждой беседе есть какой-то свой мотив, своя мелодия. А сейчас я наполнен надеждой. Потому что если действительно понять корни, когда создавалась гомеопатия, кем создавалась, каким гением, который в каких условиях жил, в какое время жил, что он сделал, собственно, и каким образом он защитил на то время гомеопатию, можно понять, наверное, я надеюсь, что в наших беседах раскроется, что необходимо современной гомеопатии для того, чтобы соответствовать нашему времени, не для того, чтобы быть модной, а для того, чтобы быть актуальной. И очень важный момент еще. А где резервы дальнейшего роста гомеопатии, ее развития? Вот это тоже очень важно. Каким образом надо развивать гомеопатию дальше, чтобы она не теряла свои эффективности, а увеличивала эту эффективность? Да еще и с учетом того, что происходит в этом мире, что продолжает происходить. Будем молиться, чтобы этот мир продолжался. Саша, огромное спасибо за беседу, ждем следующей. Всего доброго. Спасибо, господи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok